Всем здарова! Ну что, сегодня у нас очень популярный сериал «Начало нулевых», а название его «Дальнобойщики». И да, друзья, популярных актёров очень много в сериале. В ролике будут актёры лишь первого сезона, которые многим запомнились. Итак, давайте узнаем их реальные имена, и какие они были тогда, в 2000 году, и какие они сейчас, в 2024 году. И начнём... Начнём! Мы его на 112-м ищем, а он вон где? А ты вон где? Напугали черти. Ну? Здарова! Здарова! Близзади! Ну что, начнём со второстепенного персонажа, он же Пётр. Номер один, Виктор Яцук. В 2000 году ему было 47 лет. В этом сериале актёр появится в шести сериях. Именно этот сериал был у него первым в кинокарьере. После этого сериала не сказать, что кинокарьера пойдёт в гору. Будет всего лишь 7 кинокартин, где у него будут лишь эпизодические роли. Увы, актёр ушёл из жизни в 2012 году, в возрасте 58 лет. Пару ампул для храбрости. Вмазал, вот и беречься всякая. По стене ползёт паук. Пригляделся, это глюк! Ха-ха-ха-ха! Идём дальше. Здесь у нас брат-близнец Павел. Номер два, Вадим Яцук. В 2000 году ему было 47 лет. Карьера Вадима в точь-в-точь, как у Виктора. Его последний кинопроект был вместе со своим братом. «Жизнь и судьба» 2012 года. После он уже не появится в кино. А вот уже через три года актёр уйдёт из жизни. В возрасте 62 лет. Ну а тут Лёха, кажется, появится только в двух сериях. Номер три. Пётр Зайченко. В 2000 году ему было 57 лет. Карьера стартует довольно-таки неплохо. С фильма «Парад планет» 1984 года, где у него была заметная роль. После ещё заметный фильм с ним будет «Такси Блюз» 1990 года. Ну а далее почему-то пойдут эпизодические роли. И лишь в 2011 году он появится в фильме «Сибирь Мономур» 2011 года, где у него будет главная роль. Очень жаль, актёр умер в 2019 году в возрасте 75 лет. Ещё вот это вот заправь. Две тонны. С третьего крана, с третьего не забудь. Ну а здесь запоминающий персонаж Скворцов, который вроде как появился в одной серии. Номер четыре. Виктор Проскурин. В 2000 году ему было 48 лет. Очень большая кинокарьера у актёра. 139 киноработ. Не будем забывать с ним такие кинокартины, как «Большая перемена» 1972 года, «Пиковая дама» 1982 года и многие другие. А вот после этого сериала у актёра будут главные и второстепенные роли. Увы, актёр ушёл из жизни в 2020 году в возрасте 68 лет. Давай-ка я вдаль. Да тебе-то куда, садим. Давай, не ржи. Ну а тут Юрко, который появится в первой серии. Номер пять. Сергей Угрюмов. В 2000 году ему было 29 лет. До этого сериала актёр был малоизвестен. Ну а далее будут эпизодические роли. Где очень запомнился нам актёр, так это в провальном фильме «Тёмный мир 3D» 2010 года. После этого фильма кинокарьера станет немного лучше. Но всё же также будут частенько эпизодические роли. Но 2024 год актёру 53 года. Клёвая работёнка у этой, кассирша. Представляешь, сидит целый день, ящик лупит. Может, купим маленького? А вот и главный герой сериала, номер шесть, Владислав Галкин. В 2000 году ему было 29 лет. Уже в этом сериале Владислав был весьма популярным актёром. После этого сериала пойдут также главные роли. Хотелось бы отметить с ним такие кинокартины, как «Ворошиловский стрелок» 1999 года, «В августе 44-го» 2001 года, «Диверсант» и многие другие. Но и вот последняя его роль будет «Логово змея» 2009 года. А уже в 2010 году актёра найдут у себя в квартире, без признаков жизни. Актёру было 38 лет. Но тут Алена, номер семь, Ольга Лысак. В 2000 году ей было 27 лет. Наверняка многие помнят Ольгу по фильму ДМБ. Но этот сериал не принесёт ей большой успех. Она продолжит свою кинокарьеру эпизодическими ролями. Но в 2019 году будет её последний сериал «Хор». На 2024 год актрисе 51 год. А здесь Нина, жена Фёдора. Номер восемь, Наталья Егорова. В 2000 году ей было 50 лет. Известная актриса, конечно же, была по советским фильмам. Таких как «Старший сын» 1975 года, «Полёт к космонавтам» 1980 года и многие другие. Ещё хотелось бы отметить с ней мини-сериал «Пустой дом» 2021 года, где у ней была главная роль. На сегодня актрисе 73 года. И ещё один главный персонаж сериала, он же Фёдор. Номер девять, Владимир Гостюхин. В 2000 году ему было 54 года. Своей одной фразой актёр, можно сказать, стал ещё популярнее в интернете. В дальнейшем у актёра также будут ведущие и главные роли. Очень бы хотелось отметить с ним такие кинокартины, как «Восхождение» 1976 года, «Охота на изюбря» 2005 года. Вы, кстати, также можете посмотреть этот выпуск у меня на канале и многие другие. А какие фильмы вам нравятся с этим актёром? Напишите, пожалуйста, в комментарии. На 2024 год актёру 78 лет. Ну и вот она, племянница дяди Фёдора, номер 10, Дарья Михайлова. В 2000 году ей было 35 лет. Именно в советское время у актрисы были ведущие и главные роли. Ну а после этого сериала появится ещё в одном кинопроекте – главной роли. А название его «Грязная работа» 2009 года. Далее пойдут эпизодические роли. И изредка, конечно, будут заметные роли, но это будет редко. На 2024 год актрисе 59 лет. Ну вот и всё, друзья. Оставляйте лайки, также ваши комментарии. Не забывайте подписаться на канал и сделать репост данного видео. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok